Не было выполнено мое поручение по своевременному решению трудового спора. Более того, работодателями были приняты решения по незаконному увольнению работников компании. Причем и тех, которые отсутствовали на работе по уважительным причинам, находились на больничном, в трудовом отпуске и так далее. Все это способствовало усилению напряженности. В целом, требования работников компании к работодателям были обоснованными. Если и были нарушения трудовой дисциплины со стороны рабочих, работодателям не надо было забывать, что это наши граждане, и они не свалились с луны. Их надо было выслушать и по возможности максимально поддержать. К сожалению, этого не было сделано. Я еще летом сюда хотел приехать, но меня уверяли, что все хорошо и все проблемы решаются, что люди успокаиваются и им находят работу. Потом я решил приехать в сентябре, и снова все, начиная с руководства области и Казминой Газа, сказали мне, что в этом нет необходимости. Вопросы решаются. Получается, меня просто вводили в заблуждение. Я приехал для того, чтобы выразить соболезнования семьям погибших. Вы прекрасно знаете, как все это случилось. Мирный народ пришел на праздник, и в эту массу внедрились люди-провокаторы. Выпившие и вооруженные. Обрезы раздавали. Все было сделано специально, а у полицейских в это время на руках не было ни одного огнестрельного оружия. И вот их били по голове, когда они падали, и кто-нибудь хотел оказать помощь, никого не подпускали. Полицейским пришлось вернуться в здание УВД и вооружиться. А что им оставалось делать? У них есть законное право применять оружие, если на них совершают нападение. Однако, несмотря ни на что, полицейские до последнего стреляли в воздух. Когда это не помогло, стали стрелять в землю, а провокаторы и зачинщики всего этого, наоборот, толкали народ вперед. Следствие – это вопрос не одного дня. Провокаторы сделали свое дело и скрылись. Половину из них мы уже задержали. Но тот, кто в целом дирижировал этим, в Жайнао-Зене вообще не появлялся. Каждому из молодых людей дали по 20 тысяч тенге, каждого напоили. Мы серьезно расследуем это дело и разберем каждую смерть в отдельности. Организаторов мы будем искать, в какой бы точке мира они не скрывались. Будет суд, и виновные будут наказаны. Ну а те нефтяники, которые просто поддались эффекту толпы, если они действительно невиновны, их отпустят. Помните, если у нас будут мир и согласие, тогда будут счастливы наши дети. Не забывайте слова великого Абая о том, что единство народа – это наша самая главная ценность. Народ Мангистау, народ Жайнао-Зеня, я уже 25 лет с вами. Я знаю это производство с самого начала. Я знаю все его трудности. Все, что делает государство, делается для вашего блага. Благодаря единству казахстанцев, последовательной социально-экономической политике, у нас есть все возможности, чтобы в максимально короткие сроки провести всю необходимую работу по восстановлению нормальной жизни в Жайнао-Зене. Все должно быть сделано быстро. Я буду держать ход следствия на личном контроле. Давайте нормально встретим Новый год, чтобы такого больше в нашей стране не происходило. Нарсултан Абишевич, вы лично оказываете поддержку нашим соотечественникам, прибывшим на свою историческую родину. Мы благодарны вам за все, за ваш труд, за то, что в этот момент вы приехали к нам, чтобы поддержать и решить все проблемы. Нам очень стыдно за то, что здесь произошло. У нас в истории такого никогда не было. Ваш приезд в Жайнао-Зен – это для нас большая поддержка. Уверен, теперь все станет на свои места.